МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ангелу Меркель не пригласили на съезд Христианско-социального союза, который состоится в конце следующей недели в Мюнхене. Впервые за много лет глава ХДС не будет присутствовать на съезде Братской партии ХСС. Причиной стали разногласия между лидерами обеих политических сил. Об этом сообщили в кругах ХСС. Накануне газета Билд написала о том, что глава ХСС Хорд Зейхофер и Ангела Меркель договорились о том, что канцлерин не будет присутствовать на съезде в Мюнхене в ходе встречи в ведомстве федерального канцлера в Берлине. ХДС и ХСС являются братскими партиями, всегда выступающими на выборах единым блоком. Присутствие лидера одной партии на партийном съезде другой – это традиция, существующая не один десяток лет. Решение о том, пригласят ли лидера ХДС на партийный съезд ХСС, до последнего времени не было принято. Причиной стали натянутые отношения между Ангелой Меркель и Хорстом Зейхофером с начала миграционного кризиса в Германии. Газета Билд со ссылкой на круги Христианско-социального союза написала о том, что партии вновь находятся на пути сближения, однако все разногласия еще не устранены. Поэтому присутствие Ангела Меркель на съезде ХСС в данной ситуации было бы преждевременным. Но это автоматически не означает того, что Хорст Зейхофер не будет приглашен на декабрьский съезд ХДС в Эссене. Основатель движения Пегида Луц Бахман объявлен персоной Нонграта на Тенерифе. Такое решение принял автономный парламент острова, который находится под юрисдикцией Испании. Особенно активно в поддержку такого решения выступили левые популисты из партии Падемос. Эта резолюция должна сыграть роль прививки, заявил представитель Падемос Фернандо Сабате, обвинивший Бахмана в том, что он, подобно вирусу, заражает окружающих своими идеями. Основатель антиисламского движения Пегида Луц Бахман переехал на Тенерифе из Германии в сентябре. После этого Бахман стал реже появляться на митингах Пегида в Дрездене. На своей странице в Facebook он написал, «Кого интересует, где вы работаете и зарабатываете на жизнь, если вы по-прежнему остаетесь стержнем определенного дела?» Напомним, 19 апреля в суде общей юрисдикции Дрездена над Луцем Бахманом начался процесс по обвинению в разжигании межнациональной розни. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал комментарии с оскорблениями беженцев и других мигрантов. В случае обвинительного приговора бывшему лидеру Пегида грозит лишение свободы сроком от трех месяцев до пяти лет. Компания Volkswagen планирует сократить десятки тысяч рабочих мест. О таких долгосрочных планах сообщил директор по персоналу компании Карл Хайнц Блесинг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сокращение связано с тем, что Volkswagen после дизельного скандала переходит на производство электрических автомобилей. Этот вид авто требует меньшего количества комплектующих, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. То есть компании будет нужно меньше сотрудников. Речь идет о сокращении не сотен, а десятков тысяч рабочих мест по всему миру, цитирует издание топ-менеджера Volkswagen. При этом Блесинг подчеркивает, что принудительных увольнений не будет. Программа перехода рассчитана на период до 2025 года. Напомним, ранее компания Volkswagen сообщила, что планирует разрабатывать и производить более 30 новых электрических транспортных средств к 2025 году. В группе компании Volkswagen работает более 620 тысяч человек по всему миру, в том числе 280 тысяч в Германии. Министерство обороны Литвы опубликовало руководство для граждан по противодействию иностранному вторжению. В инструкциях прямым текстом указано, что Россия не будет колебаться относительно применения силы против Литвы. Помимо этого, руководство сил безопасности предупредило, что каждый литовец может стать объектом шпионажа. В 75-страничном документе под названием «Что нужно знать о сопротивлении» содержится множество детальных иллюстраций, на которых изображена российская бронетехника и боеприпасы. В пособии также есть инструкции по оказанию первой медицинской помощи и выживанию в дикой природе. Очень важно, чтобы гражданские лица имели волю к сопротивлению. В этом случае агрессор будет испытывать трудности с созданием условий для военного вторжения, отмечается в тексте. «Мы показываем, что любой, кто пересечет нашу границу, столкнется с сильным сопротивлением со стороны нашего общества и наших вооруженных сил», рассказал глава Минобороны Литвы Йозас Олекас. В прошлом власти Литвы уже опубликовали две подобных брошюры. Новое руководство издано тиражом 30 тысяч экземпляров. Его распространят по школам и библиотекам. Литва ранее не раз заявляла, что ощущает угрозу со стороны Москвы, призывая НАТО усилить присутствие на ее территории. В начале следующего года в Литве планирует дислоцироваться международный батальон НАТО, которым будет руководить Германия. Рижских ОМОНовцев приговорили к пожизненному заключению. Трое бывших сотрудников спецподразделения осуждены за нападение на литовский таможенный пункт у деревни Мядиненкае в 1991 году. Тогда погибли семь человек, четверо литовских полицейских и трое таможенников. Вильнюсский окружной суд вынес приговор заочно. Проходящие по уголовному делу Чеслов Млынник, Андрей Лактионов и Александр Рыжов являются гражданами России, которая отказалась выдавать их и сотрудничать с литовскими властями. Их действия квалифицировали как преступление против человечности. Их обязали выплатить Литве компенсацию в размере более 653 тысяч евро. Кроме того, удовлетворены иски о компенсациях родственникам погибших. Приговор не является окончательным. Он может быть обжалован в течение 20 дней в апелляционном суде Литвы. Напомним, нападение на контрольно-пропускной пункт Мядиненкае, расположенный на границе Литвы с Белоруссией, было совершено 31 июля 1991 года. Люди в камуфляже без опознавательных знаков заставили полицейских и таможенников лечь на землю, после чего застрелили их в упор. В 2011 году по делу о нападении на КПП был осужден гражданин России Константин Никулин. Вильнюсский суд приговорил его к пожизненному заключению. Никулин не признал себя виновным. Пак Кенхе в отставку. Этот лозунг стандировали тысячи человек, собравшихся на митинге в центре Сеула. По оценкам лидеров протеста, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Полиция южнокорейской столицы приводит куда более скромные цифры – 8 тысяч. Митингующие требовали, чтобы свой пост покинула первая женщина-президент Пак Кенхе. Стало ясно, что люди сделали неправильное решение и выбрали не того президента. Мы можем делать ошибки, но если мы не исправляем их, то нельзя сказать, что у нас полноценная страна. Пак Кенхе не в состоянии руководить правительством, поэтому мы собрались для того, чтобы потребовать ее отставки. И мы будем митинговать до тех пор, пока она не уйдет. На днях один из южнокорейских телеканалов обвинил 64-летнюю Пак Кенхе в том, что за ее спиной стоит серый кардинал – давняя подруга. По данным журналистов, Цой Сун Силь, не занимая никаких официальных постов, редактировала речи президента, имела доступ к документам государственной важности, а также, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, помогала деньги у крупных компаний. Предположительно, Цой Сун Силь создала два некоммерческих фонда, через которые получила в свое распоряжение 44 миллиона долларов. Сейчас эту информацию проверяет прокуратура. Пак Кенхе в четверг частично признала вину и принесла извинения. Также стало известно, что президент распорядился уволить всех своих советников. Подруга-политика также признала, что редактировала ее речи, однако обвинение в финансовых махинациях отвергла. Рейтинг Пак Кенхе достиг минимальной отметки за все четыре года ее правления. Пикантную проблему пытаются решить в Мюнхене. Удовольствие от прогулки по столице Баварии туристам часто портит отсутствие общественных туалетов. Не считая туристов, в Мюнхене на 13 тысяч местных жителей приходится только один туалет. Это не худший результат по Германии. Например, во Франкфурте 22 тысячи немцев вынуждены делить одну общественную уборную. Но в Мюнхене решили ориентироваться не на Франкфурт, а на передовиков по туалетам. Штутгарт и Бремен, где по одной уборной приходится на 8 тысяч и 3 тысячи людей соответственно. Баварской столице хотят присоединиться к программе «Нетте туалетте», сообщает издание «Тюдойче Цайтунг». Города-участники программы доплачивают деньги тем ресторанам и кафе, которые бесплатно пускают в свои туалеты всех страждущих. Эта идея впервые была разработана в городе Аален в земле Баден-Вюртенберг 16 лет назад. С тех пор 210 немецких городов последовали этому примеру, заплатив небольшую плату за право размещать логотип программы в окнах ресторанов. В Бремене в программе «Нетте» туалеты участвуют 113 ресторанов, в Штутгарте – 246. Теперь к когорте дружелюбных туристам городов может присоединиться и Мюнхен. В проекте готовы принимать участие более 120 ресторанов, что обойдется городскому бюджету в 48 тысяч евро. Эти деньги пойдут на единоразовый взнос в размере 2500 евро за право пользования логотипом и ежемесячную плату 30 евро каждому ресторану-участнику программы. Кстати, Бремен платит ресторанам по 100 евро в месяц, но это все равно дешевле, чем установка одного общественного туалета. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин